Анатолий Тарахов Сегодня подтвердилось, что это ложь. Никакого отношения к РПЦЗ, потеряевской общины, не имеет так же, как и славгородские епархии, на территории которой находится село Потеряевка и данный самоуправляемый приход священномущика Анфимы Никомендийского. Община Лапкиных канонически находится вне православной церкви. Ну и дальше говорят, что опровергать совершенно нечего. Этот документ у нас есть. Вчера решили полностью его разобрать. Но батюшка, отец Аким сказал, отложить на две недели. Он через две недели, неделю, воскресенье, там служат потеряевки здесь. У меня документы есть, я привезу. Ну и поэтому я обсуждать ничего не могу. Батюшка сказал на две недели. Ну что они говорят и говорят, что из этого изменится? А кто это такое говорит? Ну тут написано может быть. Принадлежности, юрисдикции. Вот. Метрополит Эларион. Ну, посмотрели, вот он документ какой-то Антони. Дулевичу. Дулевич. Кто он такой? Где? Говорит, что Кызырская где-то там епархия. И что он заботится о чистоте нашей общины. Жить. Я его жизнь не знаю. Про него ничего нигде не считал где-то. И вот он находит это документы, Эларион. Ну, ни печати, ничего нету. Поэтому никаких мер мы не можем принимать и отвечать. Дальше вот шел епископ Славгородский Каменский. Его приглашали. Что он говорит? Ну я обсуждать ничего не могу. Потому что батюшка сказал через две недели. Все это будет обсуждено. А чем это вызвано? Ну, определенная цель. Я не обсуждаю вот этот момент. Но он не первый этот выпад. Но я примерно могу сказать. Ну, приблизительно так. Тридцатый. Понимаете? Ненависть. Дикая безбожная ненависть. Дулевич там собирается. Кто это? Им название Кодло. Откройте словарь, википедию и посмотрите. Кодло. Что это такое? Это собрание хулиганов. Банда. Это Кодло президентское. Там Максим пишет один. Кодло патриаршина. Ему это нужно? Нет, не нужно. Они не могут быть другим. Это система самой патриархии, образованная Сталином и Берией. Его как звать этого? Анатолий. Сталин и Берией организовали в сентябре 43-го года московскую патриархию, которая легитимно не связана никак, никаким образом с патриархом Тихоном. Вот отсюда вся их кровушка. Есть этот запах ненависти к тем, кто не с ними. Определенно и четко можно сказать, мы не такие, как они. Это высшие пробы золота. Это если брать только. Мы не похожи на них. Это уже все. И как не похожи? Конечно, не в отрицательную сторону. Вот вчера у нас была литургия. Если по них нам считать, то вот этот документ, не документ, а какая там писулька-то, то уже литургии никакой нет. То есть они не верят в небо, не верят во Христа эти безбожники. А вот там территория какая-то. А если бы территорию сегодня захватят на Монголию, тогда это правильно будет. И Бог должен утверждать. И посмотрите, какая у нас была литургия, как причащается, какой порядок. И сравните с тем, что у вас в Новосибирске-то. Посмотрите. Ну, одно дело я говорю, другое дело увидите. Как проходит собрание. Они ничего не могут показать. Я могу показать, вот здесь на нашем видеоканале, 4000 роликов. 4000. Ну, говорит это что-то или нет? У нас ничего тайного нет. Все открыто. И вот он говорит. Ну и что он говорит? На нас никак не отражается. Вот представьте, что наша община образована была в 97-м году, зарегистрирована. Она ни одного дня не была в патриархии. Ни дня. Наша община уникальнейшая. Почему? В первую очередь, у нас запрещено звать к себе. Ну, а как же вы тогда выродитесь? Ну, так выродимся и все на этом. Но мы дали образец. Звать не надо. Ну, а почему? Да потому что человек увидит карикатуру на христиан. Мы себя такими не считаем, как должны быть христианами. Это что, зомби? Ну, вы просто найдите в мировой практике за 2000 лет общину одну, где запрещено звать к себе людей. Они ходят на занятия в университетах. Я в пяти университетах вел занятия. Милисты. Говорят, можно к вам попасть? А зачем? В общем, храмы Московской Патриархии открыты, вы туда и ходите. Это я гуру. Они меня облеклиют этими словами. Ну, где так делать? Какой гуру? Им главное взять и обобрать. Не надо. Но я понял, что я именно... Теперь ему проверка. Ему даются два человека, сходят на работу, домой. И тогда мы разрешаем по его письменному прошению один раз прийти. Ну, как это? Ну, вот я рассказываю как. Я не объясняю пока то, что батюшка запретил говорить. Какая наша община? К нам приходят старобрядец. Мы сразу поговорили. Мы говорим, а ты пришел от старобрядцев тому батюшке сказал или нет? Он-то, который от нас сюда перейдет, он спрашивать не будет. Он пришел, все, он наш. Денежки теперь с него. У нас это не пройдет. Андрей Марков. Я назову фамилию и имя. Здоровый, крепкий мужик. С него только деньги драть. Не выйдет. Мы его посылаем обратно. Иди к батюшке, возьми у него разрешение к нам приходить. Батюшка не дает. Он опять приходит. Он пишет заявление, ничего не получится. Мы наблюдаем за ним. Проходит год, второй. Он приезжает по Теряевку, помогает, там навоз вывозит. Это не приближает его к нам. Зачем ты пришел? Церковь у тебя здесь открытая. Это белокринитская иерархия. Посылаем туда уже людей. Разузнать, кто он такой. Существует определенный срок. Допустим, три года. Мы за три года должны узнать человека. За три года мы его узнали. Чего он пришел? У нас одна незамужняя женщина. И он к ней. Жена его никакая, можно сказать, верующая. В храм не ходит. Она его пилила и пилила там, где ходил он. Но тут она поняла. Она может быть разведена. Она такая мастер. Она там работает, я не знаю, кем, бригадиром или где, на стройке. Она все, оделась под нашу форму, как положено, женщине, два платка и стала ходить. Ей разрешено ходить. Муж мой здесь, а мне, почему? Ну, она с так за шенами выходит. Но как только она поняла, что ему намертво запрещено оставлять жену и жениться на наши, она поняла, ничего здесь не будет. Она сразу перестала ходить. Тут смысл-то вот в чем. Как мы ведем-то себя, ну, неординарно. Вот священник один обманывает людей, присвоил дом и епархия подала на него. Подала в суд. Его осудили. Он в священнике был в Кытманово, село у нас в Кытманово. И что дальше? Дальше я его в камере встречаю, дарю ему что-то, беру данные от него и начинаю готовить материалы. Иду в епархию. А он патриархийный, не наш. Ну, кто за какого-то будет там-то? Для меня это не значит. Он человек, он страдает. Я прошел пять тюрем и лагерь смерти. Я знаю, что это такое. Я иду к епископу. Иду, разговариваю с секретарем. Владимира Суртаева выпустите. Ну, возьмите обратное заявление. А как? Он там деньги взял, он занялся продажей мяса, маркетанищал. И там машину дали, и машину присвоил на жену, перевел. Он неправильно сделал-то. Ну, он теперь все отдал уже. Дом-то уже вернулся, его посадили-то. Нет, дубить, это патриархийная. Сталинско-березская хватка. Как при начале, когда живоцерковники были, живая церковь, там соединена с советской властью. А потом они исчезли куда-то. Их всех приняли, но теперь только по старому обряду будете. Они все живоцерковники здесь, в патриархии. Я иду к прокурору края, по Расхуну Юрию Федоровичу, кладу перед ним данные. А у нас близкие-близкие отношения. Ни одной просьбы, если, допустим, 150 просьб, представьте сколько. И он ни одной мне не отказал. Ну, хорошо, мы разберемся, посмотрим. Там он не Владимир, а отец Владимир. Вовка, иди к тебе пришли, к окошечку, к кормушке подойти. Мне ничего нельзя брать. Но он успел сказать, где я дал знать. Его сестра стала ходить на наши занятия в Алтайский государственный технический университет. Она все несет, старается, чтобы как-то передали ему там. Она ходит, по нашей форме одета, почему брат сидит у ней. Они его осудили. Но я не останавливаюсь на этом, я продолжаю о нем ходатайствовать. Но я знаю, что он враг нам, враг. Теперь он друг. Но это не все. Помогает посадить его епископ. Масендич Антоний. Дальше. Помогает посадить Капранов. Это такой был диссидент. И сын его, Дмитрий. Здесь он служил в Заринске. То есть собралась такая команда против него. Но если так разбираться, так... Ну, простите, я пришел. А пусть он не делает так. Это мне в епархии говорят. А самый Великий пост жареную рыбу трескает, я смотрю. Там поварная работает. Его посадили. И дальше начинается расправа. Слушайте внимательно. Внезапно, в 41 год, умирает епископ Осендищ. Который главный был здесь... А Аносов, отец Симеон. У них главных казначей. Его убивает шофер. Нашли эту убийцу. Этот, который против него был, отец Дмитрий. Не знаю, там 39, что ли, лет. Умирает внезапно-то. И отец Капранов умирает, Михаил. Все, никого нету. А его освобождают. И он теперь ходит к нам молиться. Я ему говорю. Ну, конечно, он никакой роль как прихожанин, обыкновенный. Все. Отец Владимир. Ну, вот вы говорили, что у нас не почитают Божью Матерь. Ну, вы же видите. А вы знали, что мы молимся, праздники все богородичные справляем? Да. А зачем же говорили? А чтоб к вам люди не ходили. Ну, а вы говорили людям, что у нас икон нету? Да, говорил. Ну, а почему? Ну, вы же видите, все у нас в иконах, в храме. Ну, а чтоб к вам люди не ходили. Ну, какой же ты тогда священник-то? А он еще организовал какую-то фирму, называется Красный Дракон. Он должен придумать поп и Красный Дракон. А что там делать? Куют разные решетки, там в КГБ ограды. Это он выковал. Ну, и все. У нас у него не пошло никак. Он ушел. Ушел. А расположение его осталось там хорошее. Вот они какие патриархии. На что кодло. Кодло это сборище беззаконников. Бандиты. Как бандитами назвал Алексей. Алексей Второй-то. И что им отвечать на это? Дальше. Это они на нас так. Везде. Мы, я иду в отдел регистрации. Там Иван Угорыч сидит. Мацуха. И он говорит, приходили с патриархии на благочинный. Отец Николай Войтович. То есть они против, чтобы нас зарегистрировали. А я говорю, а какие препятствия? Документы собраны. Никаких замещаний нет. То есть даже регистрацию, чтобы нам не давали. Почему кодло? Сталинско-Берьевская. Нас зарегистрировали. И вперед их. Перерегистрацию мы сразу прошли. Ну а чем они отличаются? Там подходят другие сотрудники. А им надо ответить, как? Ну мы православные. Знаете, это православные те, говорят, которые. Это по названию. Эти православные исполняют все, что написано. Как положено в Библии у них написано. По их правилам, по инструкции. Вот как нас характеризуют. То есть они везде пакости творят. Я веду занятия. Университет 21 тысяча студентов. Более 15 стран посылает сюда студентов. То есть у меня большая аудитория. Могу заниматься. И в это время приходят от них Гончаров Сергей Михайлович, секретарь. Приносят бумагу, чтобы мне отказали в аренде помещения. Я им нужен. И один раз они меня вышибли. Мы занятия проводим на крыце университета. Ну, какие же это люди-то? Ну, я когда узнал-то, я не знал-то, а бумага-то выйдет к ректору. А ректор, это там доктор наук такого университета из Сигнеев Владимир Васильевич. Но его не было, он в Москве был. Но проректор Семкин Борис Васильевич, он приходит к нам на занятия и говорит, неприятное известие. Из патриархии были. Хотят, чтобы мы вас выгнали отсюда. Ну, почему они такие? Почему они ничего не делают? Вот у вас отдельно детский лагерь. Мы с нуля в православную деревню. Почему у них ничего этого нет? Почему они за вами гоняются? Взял мою книгу «13 том» и сфотографировались здесь. Он говорит, вот я вижу конкретная книга. Каждая книга 750 страниц. Я читаю здесь, сколько здесь заложено, сколько я, академик, для себя принял полезного. Ну, нужна ему аудитория. Рядом пустая, пустующая. Я могу дать это. Им не надо это. Им надо уничтожить, чтобы нигде глаз истины не звучал. Нигде. Но делающий добро идет к свету. Они любители тьмы. Но когда я пришел к секретарю, Мария Васильевна это, она говорит, ну, документ этот был. Я говорю, копию снимите. Она говорит, я занесла к нему. Он сегодня вернулся. Владимир Васильевич, ректор, ректор. Он выйдет, я убираю там эти, уборку делаю. Я это документ увижу, я снимаю. Я прихожу на следующий день. У нас хорошие отношения. Она у меня книги покупала. Она говорит, документа нет. А где? Не знаю. Похоже, что он его уничтожил. Я с ним только встретился. Вечером пришел и говорю, Владимир Васильевич, вот такой документ. Документ? Да вы что? Да разве я пойду на это? А он уже его уничтожил. Уничтожил. А они поняли. И буквально на следующий день в Алтайской правде про меня статья, фотография там, положительная вся статья об издании книг. Они сразу исчезли, как будто их нету. Они безбожники. Они изверги. Это лютые волки. Ну, нужно им меня вышибать. У меня огромная аудитория. Им это не надо. Они меня специально, людей, наречивают ВКонтакте, чтобы заблокировать. Не раз это делали. Я не хочу даже этих трогать. Кодло собачье. Так не делают даже нормальные люди. Никогда не делают. Что они делают? У меня детский лагерь. Мы развешиваем объявления. Детский лагерь, православный. У меня 53% детей бесплатно. 44 года. А тех, которые платят, у меня максимальная цена в 4 раза ниже минимальной государственной цены. То есть я везде бегаю, волка ноги кормят. Где-то муку достаю, сами стряпаем. Все сами делаем. А они теперь посылают своих семинаристов мои объявления срывать. А где плотное приклеено, они им дали фломастер и пишите ересь. Детский лагерь ересь. Они безумно поступают. И как они могут меня любить, когда я никому не подчиняюсь из них? То есть бескомпромиссное служение в пророческом духе. Для них это самый страшный брак. Они против баптистов, адвентистов, католиков не воюют. Только против меня одного. Против нашей общины. И они сейчас все это собирают. Считайте по пальцам. Сколько этих моментов? Мы садим детей около, уже отъезжаем в лагерь. В это время поп бежит. К лес мотается у него. Вы не давайте детей. Вы кому даете детей? Да это секта, это псевдоправославная. Рядом храм Покровский. Соборная, там где епископ всегда слушается. Мужики подошли. Поп. А ну иди, как сейчас поддадим, ты улетишь. Мои дети уже восьмой год там находятся. Он сразу назад и все. Вот как разговаривать с ними надо. Попутно сказать, как разговаривать надо. У меня брат в Москве был, жил. Он говорит, я пошел один раз в ресторан. А там какой-то ресторан такой знатный. Черные. Негры. И, видимо, даже дипломатическое посольство. И в это время какой-то негр там расхорохорился. Женщина пристает там. Но люди смотрят, ну как, что поступать. Выходит, вдруг сало за стола, здоровый, крепкий мужчина. Подходит на отмашках. Дал ему, говорит, он головой об пол. Вот так у нас в Америке с ними разбираются. Вы видите, кто это? Это зверье. Они другого языка не понимают. Вот это зверье здесь, в патриархии. Вам непонятно? Я вам объясняю. В православии есть прощенный день. Он в последнее воскресенье масленичный. Завтра наступает Великий пост. Мы, хотя находимся здесь, но у нас такое было принято обычное. Мы всей общины идем к Покровский собор. Там все священники, больше 30. И мы стоим. Мы не даем, когда ко кресту. Когда уже все уходят, тогда первые наши идут. Женщины, мужчины строим. Потом женщины подходим. Они уже знают. А с какого монастыря? К епископу подходим. Епископ говорит о примирении. Ну все как надо. Вместе тут же прошли семинаристы. Уже впереди нас. Все. Примирились. Мы уходим. Нам идти из собора вправо, а в семинаре влево. Ну и один из наших братьев. Ему не говорю сколько? 50 с лишним лет? Седой, в подряснике, чтец из нашей общины. Могутный такой мужик. И он дает в пальчик такой написан наш сайт. А на сайте мной насчитана Библия. Моим голосом 50 книг. 12 томов Златоуста. Жития. 5 томов Добротолюбия. 4 тома Григория Диченко. Ну этого достаточно хотя бы понять. Архипелаг ГУЛАГ где-то. А мы наши отошли в сторону. И люди которые проходят, он им дает. В стороне совсем от храма. Далеко отошли. Ну как далеко там. Не на территории храма. Дорога. Машины рядом идут. В это время семинаристы видят, подходят. Ты что ты даешь, козел? Вон борода такая большая. Это семинаристы, будущий волчатник. Из храма. После прощения друг друга. Это патриархийный волчатник. Другой подходит. Да что ты с ним разговариваешь, дай ему в морду. И рядом стоит священник. Я говорю, что вы делаете? Рядом сестры наши стоят. Хулиганье. Я их знал. Это нормальные ребята были. Патриархия все перемалывает, как будто бы в бочке с ядом держит их. Когда я буду дальше в епархии, и увижу, сидим два епископа. И в тихии Максим Дмитриев. Он в вельце сейчас. И наш Домодедовский от патриарха. Переходной период был. И я увидел фотографию, я говорю, это фотография, что ваши отличники, да, я говорю, ваш волчатник. Вас судить уголовным кодексом надо. Вы из людей-то делаете преступник. Это будущие попы будут. Епископ сидит в голову. Я ему рассказываю вот этот случай. И как? Если бы их не благословляли, на это они бы никогда не пошли. То есть лютая, бесовская, демоническая ненависть. Эти дулеющие все это кодло. Поганая, дикая кодло. Они, может, и такими были. Я ему отвечать должен. Что я могу отвечать? И дальше они непрерывно копаются и копаются. И вот это, что там объединение, никакого объединения с патриархией не было, это обман. Это сущий обман. Раскол. До этого зарубежная церковь была раскольники. Ну, раскольники. А как только согласились эти переговоры по инициативе Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, все, те сняли все претензии, храмы отбирали, нахинь выкидывали патриархийные зарубежных. Теперь все, ничего нету. Мошенники. Ну, а раз они раскольники, от них какое-то покаяние, чтобы прийти в истинную церковь-то, ничего этого нет. Они заранее знали. Ну, ты же знал, что они раскольники. Как Владимир Суртаев-то отвечает. Знал. Ну, зачем говорил? Ну, такая тактика. Опозорить, оклеветать. И теперь что? Соединились. О соединении речи даже не было. Об этом умею говорить. Мой брат туда ездил, наш врач Владимир, скажем так, Виктор Андреевич Яковлев. И когда там у них совещание было, ничего нельзя было записывать. По рядам ходили молодые люди, отбирали или как там, магнитофоны, не давали записывать. Это что, честно было? Это уже там КГБшники были. Ну, конечно, это была огромная победа президента, бывшего из КГБ, полковника КГБ Путина. 360 точек своих сразу по всему миру образовать. Вот для чего нужно было. И мне сразу из КГБ позвонил полковник один, который меня курировал. Я могу даже сказать. Никулин Юрий Михайлович на пенсии. И он говорит, Игорь Тихонович, поздравляю с объединением. Теперь мы не будем пятерней бить католиков, а кулаком. Вот для чего это нужно было, бить кого-то. Я говорю, ничего не будет. Там такая же мертвичина, как и здесь. Да для этого ли Бог дал нам разум, чтобы бить католиков кулаком? Я называю имена, фамилии, я никого не боюсь. Потому что это соответствует действительности. А теперь что случилось? А теперь они стали подтягивать к себе. Об объединении. Речи не было, акт о кулакическом признании. Мы остались верные. Единственные две общины. И раскол не мы произвели. Патриархия произвела раскол. После этого от зарубежной церкви 13 юрисдикций уже. А нужно ли было это? Нужно. Нужно было делать постепенно, не население. Она не умеет это делать. Сталинско-берьевская кровь течет в них. Насилием. А как было тогда? Ваши радости, наши радости. Это митрополит Сергий Строгородский делал. Вот о чем надо думать. А как? Все, которые епископы были в лагерях, священники, всех до одного. Патриархия, которой они разрешили действовать, митрополиту Сергию, объявить их врагами народа. И всех объявили. В мировой истории не было, чтобы церковь Христова отреклась от самой славы своей, от мучеников, от исповедников. Это случилось только в московской патриархии. Вы об этом заботьтесь. И на этом фоне как мы выглядим-то? Ясно дело. Потому что мои книги показывают, как поступать надо. Мы для них обличительный глаз. И поэтому нас нужно дискредитировать, обклеить этими разными псевдо-православными, архиеретик, вот это все. Вот откуда идет. Я пока не касаюсь того, что здесь написано. Как? Мы чем-то провинились? Нет. А было ли в мировой истории так, чтобы людей признали, что они неблагодатные, или как они нас называют-то, когда они невиновны, или общины передать? В мировой истории не было. Тоже супер-уникальный случай. Мы никому не изменили. А зарубежная церковь осталась? Осталась. Ну, мы остались там же. Но это на другой территории. Да где это видно? Какие каноны территорию? Они территорию-то делают. До этого была территория, признавали. А теперь пять лет, переходной период, зарубежная церковь здесь признавали. Да, домодедовский епископ был, Ивтихий, Курочкин. То есть пять лет. Но теперь они назначали пять лет, после этого отрубили. И все. Они дали отчет, что у нас, зарубежная церковь, у нас приходов нету. А мы-то остались. Ну, надо, чтобы их не было. Задача поставлена выжечь. Ну, вот и все. А это все остальные, пятое, десятое, тридцатое нападение. Нас никак не действует. Вот вчера, ну, то есть мы документы еще не получили. Получается, вчера у нас литургия была правильной, прищищенность тела и крови Христовой. А теперь пришел документ за печатью. Я вас не знаю. Там Иларион, кто там, Капрал скажет. И на небе должен Бог утверждать. Ни о Боге, ни о спасении, ни о страхе Божьем ничего нет. И комментировать там нечего. Но батюшка сказал не трогать. Я просто объяснил ситуации, как к этому подошло. Кто там такой Дулевич? Я один раз видел бешеные глаза. Это бесноватый человек. Он не может ни говорить, ни уважения. Он в три раза моложе меня. Хамье. И каким-то образом эти люди связаны были с Даниилом Сысоевым. Я его считаю святым человеком, потому что он умер. Но вот это вот у него там от Астарионов, так, Кантео называется. Драться лезут везде. Что, чаще сопричищайся. Неготовые. Правила не выполняют. А они одержимы духом зла. Мы им нужны. Нужно, чтобы нигде никто не знал истину. Она через нас распространяется. Это ничего нет. Это компания Кодлы. Патриаршая Кодла. Вот вам краткий ответ. Если вы больше хотите узнать, ну, давайте, считайте. Тут уже, кажется, прошло это. Все, Волод, находятся вне русской. Ну, тебе, ну, дальше. Вот последнее пишет. Что? Вывод. Иди, Володя, прочитай. Община Лапкина находится вне русской православной церкви за рубежом и вне славгородской каменской епархии русской православной церкви московского патриархата. В то же время, не желая вступить в юрисдикцию русской православной церкви московского патриархата, он пытается прикрываться РПЦЗ. Налицо наглое вранье с целью сохранения имиджа православного проповедника. Видите как? Это слова человека, который ничего не перенес, ничего не знает, пришел. Почему? Его патриархия сделала таким наглым, безбожным. Нам не надо. Вот епархия тут целую срочку заняла, там, славгородская. Да вот только что организовали ее. А то патриарх Кирилл сделал. Чтобы больше было епископов, и где голосовать будут, подавить. Нам сказали, с какой целью делается-то. Ну, какое отношение это имеет к нам? И, допустим, ладно, ну, община Лапкина вне русской православной церкви. Ну, все правильно. Значит, это вне патриархата. Им надо, чтобы нас туда затянуть, и дальше одним разом все это закончить. Ни деревни, ни лагеря, никого ничего не будет. Общины нету. Да никогда мы туда не пойдем. Повторяем, напрасно. Но это не последнее. Они будут идти, идти и дальше. Почему? Они не могут другим. Это скорпион на черепахе. Переезжает на ней, но все равно ужалил. Я не могу быть другим. Это как раз Жириновский это рассказал про эту прищу-то. Мы ничего не можем добавить к этому? Ну, ладно, мы секта, мы псевдоправославные, я гуру, остальные зомберы. Ну, успокойтесь на этом. Он не успокоится. Ну, что вас трогает? А то, что люди видят, люди спрашивают. Это у вас православие такое? Да где такая деревня? И когда фотографии у нас, фотографии очень отличные. Они на международных выставках, международных, берут большие призы. И вот батюшка поехал, ну, крупные сделал фотографии. Волобуев тут есть Александр Павлович. И, ну, просто замечательный фотограф Каспришин Андрей Николаевич. Так, Безруков Павел Федорович. И батюшка эти фотографии, там выставка была за рубежом. И вот они, говорят, вглядываются туда. Да что за фотографии? Какие глаза у людей? А он здесь их проявляет, его спрашивают. Здесь, в Барнауле, а где вы таких людей нашли? Приходит ректор, вот этот Евстигнеев, у которого 21 тысяча студентов. При всем народе. А я у него веду занятие с 17 лет. Он уже знает меня, говорит, как облуплено. И он говорит, перед всей аудиторией руку мне жмет, обнимает, целует. И кланяется, и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Приходит проректор, это говорит, об орудийце, об отношениях наших. Прокурор, это открыто всем. А вот эти, которые не видали, не встречались, он говорит, почему? Это награда от Бога. Да благословит их Господь, всех, которые здесь есть. Всю эту кодлу. Чтобы в судный день им это не поставлено было в обвинение. Ибо дивен Господь, он любит своих. И он дает мне дивную награду. Вот это гонение, поношение. Но на меня это никак не действует. Здесь такое даже, такое изречение. Старого быка чем больше бьют, тем толще кожа. На меня никак не действует. Ну, успокойтесь. Да, мы такие. Да, у нас главное это фашизм проповедуемый. Ну, соберите все сюда. Но у нас не было за рубежом ни одного, чтобы священники, епископы ставили через КГБ. Откройте седьмое правило, седьмой Вселенский собор, третье правило. С участием мирских властей. Все данные у епископа незаконные в московской патриархии. Согласно этого правила. Незаконные. Безблагодатные. Но я этого не говорю. Согласно правилам Вселенского собора. А они об этом молчат. Займитесь своим огородом. У вас проходной двор. Меня спрашивают, что такое патриархия. Я всегда отвечал одним словом, ложь. А двумя словами, всегдашняя ложь. А тремя, тотальная всегдашняя ложь. Вот она здесь и проявляется. Вот высшее доказательство того, что я говорю. И они не успокоятся. Ну, узнали документ. Еще неизвестно, был ли этот документ. Ну и дальше что? Он никак не действует. Я пошел в отдел юстиции, где зарегистрировал. Говорит, вам не надо перерегистрации, ничего. Вы православные. Вот и все. Мы не повинны ни перед кем. Но то, что у нас вот это мы показали в православии, может добиться чистоты, порядка, катехизации. И самое страшное для них будет на суде Божьем, что я 53 года проповедник. Тысячи городов, сел. Я проповедую день и ночь буквально. И всех до одного, до одного посылаю в храмы московской патриархии. Идите к архиерею, просите благословения построить храм. Всех, да, это все знают. Как они против вас и вы туда? Именно так. Почему? Я молюсь Богу. Я признаю московскую патриархию благодатной. А мне говорят, вот это вам грех не проститься. Ну, я признаю и все на этом. Да как после того, что вы видите, они делают... Все бывает. Я признаю. Ну, простите мне это. Я признаю ее благодатной. За то, что я признаю ее благодатной, мы не можем присоединиться ни к одной юрисдикции. Мы сейчас подаем заявление, отошли, отстаньте вы от нас. Кодла патриаршая. А почему? Да может, к Тихону, пасечнику в Омске, к Агафангелу в Одессе, к Пашковскому. Да их-то 13 юрисдикций. Всех не могу проверить. Антоний, Антоний Орлов, самый главный, РПЦЗ за рубежом, он остался с остатком этим. Митрополит. Он у нас приезжал несколько раз раньше был. Ну и, а ну и, вот это и так, ну и. Везде требуется признать без благодати с московской патриархии. Мы не можем перейти ни один пункт. Мы бы сегодня ушли. Но мы на это не пойдем. И там мы не пойдем. Вот такие, какие мы есть. Патриархии мы не были, не пойдем. Мы боимся ее. И когда сидели в епархии, в епархии священники, тут специально было совещание, беседы. Секретарь встал после моего выступления, сейчас пять минут я говорил. И он говорит, покажем словом, Игнатий Тихонович, я мог бы подписаться. От отец Сергий Беляев. Его сразу убрали. Что интересно, епископ, при котором были, устроил встречу, его тоже сразу убрали. И вот этот епископ, который новый был, я ему сказал, смотрите, вы были два раза потеряевки, на вас будут наседать. Посмотрим, какие отношения. Чтоб заочно не разлучили. Хорошее отношение. Метрополит Сергий Иваньиков. Просто до сегодняшний день. А что будет другое? Ничего, будем молиться. Они все, все до одного знают, что мы безобманные. И поэтому, кому я буду отвечать-то? Никого нигде нет. Это пустое место. Ну, о себе я могу рассказать, какая наша община, как они за нами охотятся. И представьте, я только часть рассказал, малую часть. А в потеряевке как выступает священник, священник, я романах. Да что разговариваете с потеряевкой, послать туда наши, сжечь ее дотла. И епископ это знает. Бандиты. Бандиты это то слово для священников, которое сказал и старостам их, и патриарх России второй. Я покажу, где это написано. А зачем мне с бандитами знать это? И когда я им говорю, скажите. Вот я что говорил, тут сидят священники, благочинные все сидят. Вот. Вы хотите быть такими, как мы? Ну, да мы так и не сможем, то другое. А мы такие, как вы, мы не хотим быть. Мы вас чураемся, как чумы болотные. Никто не возразил. Мы страшимся вас. Это безобразие. Остатки православия добиваете вы. У церкви никогда не был такой низкий рейтинг. На меня нападаете. Вам стерлига Герману недостаточно? Он вообще вас стеретиками всех считает, до одного. Вообще всю мировую церковь. Так, вам здесь достаточно одного невзорова Александра Глебовича? Вам одного не проглотить? Вы на меня нападаете, а я вообще вам не по зубам. Почему? Я православный. Есть такой один жест, когда Григорий Ефимович Распутин собирался в Санкт-Петербург. И ему говорят, и там развратишься. А он вот так. А Бог? Я у него взял вот это. А Бог? Бог за нас. И все остальные ничего с нами не сделают. Ничего не сделают все, которые принадлежат вот к этим разбойникам. Я говорю только о тех, которые нападают кодло. Кодло. Вот выступает, примерно сказать, выступает здесь священник на Южном. Отец Николай Бурдин. Бывший помпрокурор. Представьте, какие знания. И вот он выступает и говорит, а вы знаете, у нас вот тут есть Барнаулий и Игнатий Лапкин. Он за американские доллары всю прессу, радиотелевидение закупил. А наши прихожане далековато было. Они туда пришли и слушают, а там все стоят. А он, который, слышите, я чуть не закричал. Я говорю, вот этого делать нельзя. Да вы знаете, он жену бросил с молодой харисткой, куда-то уехал. Ну, нет харистки, жена рядом у меня. То есть они ни перед чем не останавливаются. Они Бога не боятся. И отсюда сделаем служители лжи, это служители дьявола. Но я его признаю благодатным. Так у вас, понимаете, это не поймешь, как это вы так. Ну, простите мне. У меня был здесь с Берсеневки отец Игумен Сахаров, Кирилл. Там, 200 метров от храма Христа Спасителя рядом. Вы к нему зайдите, спросите. Когда бы я ни приезжал у него, он меня облачает. Вот и от него записка лежит. На, Володя, прочитай, еще он пишет. Во время литургии я стою молюсь, он пишет. Говорите, после сеночной проповеди пришли, пришли мои вас послушать. Вот как. На первом части заходите в Панамарку облачаться. Ну, вот и все. Меня там облачают. Если кто не верит, вот покажу записку. А то он во время службы написал мне записку. Я нигде не добиваюсь это. В каких храмах проповедую, где. Я могу назвать, где. Как хотя бы. Вы там не достанут ваши руки туда. Лиссабон. Тбилиси. То есть, больше не буду говорить. Нельзя называть. А вы говорите, отец Геннадий Фас. Он засветился. Он сам об этом говорит. А сколько священников, которые служат, которых не могу назвать. Сотрудник КГБ обратился. Офицер. Один из лучших священников в России сейчас. В моем доме пришел. Крещение принимал. Добились полного погружения с семьей своей. Я не могу их назвать даже, порадовать других. Почему? Сразу сожрут. Это лютая стая волков, кодла. Они сразу бросаются. И все. То есть, компромиссное служение будет у каждого. Даже у них. Он где-то не договаривает. Иначе сожрут. Иначе выше будет. Любой архиереев. Если уж Андрея Кураева, как называют дьякон, все его не пощадили, то вообще для них никого нет. Я им не по зубам. Я молюсь за них. Вот почему. Это награда. Награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пронесут, как неугодное Богу. За меня решать не надо, угодия нет. У нас идет литургия, мы причащаемся. И вот вчерашнее, это 20 декабря 2015 года, посмотрите, как причащается у нас, с каким благоговением, как дети поют, за причастные молитвы. Исповедуются в отдельной комнате даже маленькие ребятишки. А у вас каждый нависает друг на другом. Вы посмотрите, до 30 лет 90 с лишним процентов рукоположенные. Согласно 14-15 правилам 6-го Вселенского Собора, они все должны быть извержены. Извержены из сана. Любого возьми. Да по канонам-то у вас никого там и нет, пустые храмы. У меня было, когда проповедовал вот так, и два священника вышлих народа, один игумен, и говорит, мы не верующие. Мы только красовались друг перед другом. Поэтому исповедения не будет, то есть причастия, пока мы не исправимся. И шесть недель только исповедовали. А потом по полметра или больше тетради понанесли, которые колдовали. А где это было? Город Фрунзе. Да кто священники? Игумен Леонид Грошев. Где его, спросите его? Второе, Владимир Светков. Ну, называй просто, говорит, засвечиваю людей-то. Я не хотел этого делать. Вы же не верите этому. А, я можно придумать, я бы назвал. И все они Московской патриархии. Вот так. Это сегодня мы уже лимит исчерпали. Ничего не скрыли. Через две недели батюшка привезет документы. Мы объясняем ситуацию. Наше положение не изменится. Мы никогда в патриархии не будем. Никогда. Поэтому занимайтесь делом. Не бейтесь. Не толкайте нас туда. Мы в эту погибель не пойдем. Потому что вы не работаете. И там просто жижа хлещет из храма в храм. Это на порог. Я как-то был в Киеве. И там центральный какой храм там называется. Я не знаю. Собор в Софии или что-то. Там еще картина Воснецова на выходе есть. Грешный человек. Люблю статистику. Я близко был около дверей. Посчитал. В течение часа. Семьсот человек зашло. Семьсот вышло. Я говорю. А почему трамвайный путь прям не завели в храм? Вам нужно заниматься. Самими собой. Я за вами не гоняюсь нигде. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.